2000 гектаров сои предстоит убрать агрария мраговатовской нивы в кратчайшие сроки. Перестой может обернуться серьезными потерями. Спелые бобы быстро осыпаются. Проблем пока никаких нет. Все, комбайны работают все исправно. Все отлично. Соя хорошо стоит, ровная все. Отлично. Сегодня землепашцы первый день вышли в поле на уборку сои. И уже намолотили 160 тонн. Сложность есть. Наматывается на мотовилу. Часто приходится чистить, обрезать. А так ничего сложного. Следующий этап – уборка подсолнечника. Виды на урожай в этом году хорошие. 23 центнера семечек с гектара. Завершит уборочную страду кукуруза. Кукурузу начнем убирать примерно мы с 25 сентября. Урожайность планируемая где-то 75 центнеров с гектара будет. И площадь – 2-300 гектар в хозяйстве. Параллельно с жатвой идет и сев озимой пшеницы. В этом году сейлки вышли в поле позже обычного. Коррективы в планы внесла погода. Деревья все зеленые. Осень будет продолжительно затяжная. Из-за этого мы начали чуть позже, чтобы озимая пшеница не приросла. Второй день в поле работает новая техника. Сейлка зерновая «Джон Дир» 1790. За сутки машина способна засеять 100-110 гектаров. Агрегат оснащен двумя емкостями. Одна для зерна, другая для удобрений. Современной сейлкой управляет передовик «Роговатовской Нивы» с 22-летним стажем Александр Бочарников. Отлично. Легко устанавливать норму высева. И забился сошник, там компьютер показывает все. Зернышки точно высева, значит точно они лежат друг за другом. Общая площадь озимых в этом году составит 3000 гектаров. Субтитры создавал DimaTorzok